Но при этом сочувствуем той, находящейся в медицинской палате, выбросившей свое дитя, пусть и чужими руками. В первом случае мать попадает в тюрьму, во втором получает оплачиваемый больничный. Когда пришел первый опыт, первый опыт сексуальной жизни? Когда вы это узнали на практике? Когда ушла замуж. А замуж когда вышли, во сколько лет? В 17 еще не было. Еще не было 17? А почему так рано? Боялась, что не возьмут. Пока берут. Сложилась вверх? Ну мы прожили с ним полтора года. Потом развелись. Дети остались? Да, мальчику 4 года. Не первый аборт по всей вероятности, да? Нет, не первый. Третий. Кто должен нести ответственность за то, что произошло с женщиной? Мужчина или сама женщина? Или может быть даже общество? Я думаю, что сама женщина. Мужчина, хоть что-то, кроме того, что он использует себя в качестве партнера, он должен предпринимать? Ну, должен. Мне кажется, должен. В основном, женщина должна. Ну вот, сейчас у вас это произошло. Аборт. Вы как пришли к этому решению? У вас не было хотя бы малейшей мысли о том, чтобы оставить ребенка? Ну, а что заставило даже вот это чуть-чуть погасить в себе? Ну, во-первых, я бы не прокормила бы его. У меня и так один ребенок есть. Я бы не справилась просто со вторым. Вот как вы считаете, аборт – это преступление или нет? Для женщины, в первую очередь. Я думаю, что да. И все равно вот женщины идут на это. Почему? Не знаю. Нет выбора, наверное. Может, потому что они малограмотны в этом вопросе? Наверное. Не знаю. А вот ваша мама вам рассказывала о своем опыте, как у ней все это в жизни происходило. Вы с ней на эту тему разговаривали когда-нибудь? Нет, мы с ней так не разговариваем. Я боюсь на эту тему с ней разговаривать. Вот у вас сейчас произошло прерывание беременности на сроке какого? 22 недели. 22 недели, да? То есть там уже сформировавшийся человечек лежит. Вы уже знаете, что там у него сердцебиение, что он двигает ручками, ножками, чтобы бровя, даже шевелился, да? Вам неинтересно было, какого? Что это за человек? Не жалко бы вот это? Жалко было. Очень жалко. А что поделать? Если был бы муж, то оставил бы, конечно. А так у меня сразу первая мысль – аборт. Ваш партнер знает о том, что произошло? Да, знает. Как он к этому отнесся? 200 тысяч дал и все, говорит, иди на аборт. Даже не пришел, не узнал, как, чего. Даже не знает, что мне операцию делали. Такое сложно. И Ваши отношения дальше продолжатся после того, что произошло? Нет. Если ребенок начинается в таких вот случайных каких-то связях, то, естественно, у него остается приговор, он приговорен. Конечно, да. Приговорен, конечно. С младенцем, которому всего-то несколько недель, очень легко справиться. Он даже не вскрикнет, не скажет ничего, ручками не помашет. Я уже отвечаю движениями на любое прикосновение. Но моя мама пока не чувствует этого. У меня формируются пальчики. Смешно, какие они мальчики. Но я уже могу кладить ими мамины волосы. Ребенка разрывают на куски. Сжигают заживо концентрированным соляным раствором. Расчленяют на части стальным петлеобразным ножом. Детей сжигают, как мусор, и отправляют в преисподнюю по системе канализации. И все это по желанию родителей. Бред? Кошмар? Нет. Это называется абортом. А что при этом испытывает плод? Какую адскую боль терпит? Все концентрационные лагеря вместе взяты, не способны на такое кощунство. Способов планирования семьи всего два. Аборт и контрацепция. Контрацептивы также представляют собой абортивные средства. При их использовании происходит убийство уже зачатого младенца. Например, внутриматочная спираль разрывает тело ребенка на части. Таким образом, вводя женщину в заблуждение. И она, возможно, даже не подозревает, что за те пять лет, пока спираль находилась в ее организме, она сделала около 30 самопроизвольных абортов. Контрацепция, включающая в себя гормоны, стерилизацию, презерватизацию, сама по себе является насилием над человеческой природой и служит только славдострастью, и поэтому не может быть благословляема церковью. Это, безусловно, считается грехом. И вообще, ну просто здравая смысл. Ведь наше тело устроено таким образом, чтобы оно производило на свет себе подобный. Все этому как бы посвящено. А если человек от этого предохраняется, значит он реализует функцию, а результата нет. Но разве это не извращение нашей природы, созданной Богом? Конечно, поэтому и церковь естественная считает это извращением. Но это таким и является. Другое дело, что человеку не нравится, когда ему говорят, что то, что ты делаешь, это извращение. Поэтому нужно опять это все обложить такой словесной мишурой. Опять, у нас это удобно, можно, так сказать, говорить по-латыни, контрацепция, и уже звучит это вроде как полтергейст, и вроде как-то что-то научное такое. А на самом деле это все остается тем же самым. Ну представь себе, человек перевязывает себе пищевод, допустим, и начинает кормить себя через еще что-нибудь. Ну разве это не извращение? Ну здесь то же самое. Между тем, аборт и контрацепция – это колоссальные статьи дохода для медицины. И потому опасность любого метода вполне логично может быть оспорена докторами. Только сегодня доктор сказал моей маме, что я живу здесь, под ее сердцем. Как она, наверное, счастлива. Вместе с убийством родной кровенки рождается не только целый букет заболеваний. Наступает паралич души. Что бывает с парализованным человеком? У него теплая рука и теплая нога. Но он уже больше ею не владеет. Он потерял возможность по своему желанию двигать руками и ногами. Они теплые. А я хожу по улице. А я радуюсь и веселюсь. А я плачу и страдаю. И что, у меня мертвая душа? Да. У вас парализованная душа. Можно назвать аборт вынужденной процедуры, альтернативой которой является разведение нищеты. Можно оправдаться перед любым человеком. Но перед Богом, перед невинно убиенным, перед самим собой, ох, как тяжело. Гораздо легче удалить младенца из утробы матери, чем память о нем из ее души. Человек избегает страдания. И поэтому он ищет выхода. Заглушить. Тот страшный крик отчаяния, который родился в день убийства. Он заглушит его. И нам это всем известно. И вот когда он его заглушит, тогда он вновь почувствует необходимость творения греха. Он уже призвал те темные силы, которые подтолкнули его к тому страшному шагу. А они его будут толкать на дальнейшее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok